На фронт Иван Ивкин попал в 43-м. Тогда ему как раз исполнилось 18 лет. Меня сразу автоматчиком научили, как стрелять, и пошли освобождать дальше всю Брянскую область. Показывая свою школьную фотографию, Иван Михайлович сокрушается. Почти все его друзья-одноклассники погибли на войне. Несколько раз и он был на волосок от гибели. Буквально в первом бою ранило в руку, чуть пальцы не потерял. Мне уже стрелять автоматчиком нельзя. Мне назначают сразу командиром отделения роты противотанковых ружей. В составе Белорусского фронта его дивизия освобождала Гомельскую область. Пришлось им форсировать реку Сош. Средств для переправы не хватало. Иван вызвался доставить лодку с вражеского берега. Плю на стёрка, брюки, и я пошёл. Плаваю, не заметился. Плаваю, под низом опять незаметно приплыв. На кусту цепью наматываю. Я тихонечко сцепляю. Лодку беру так и поплыл. До середины на ней доплыл. И мином бух! Сразу ко мне лодку мы пробил. А я с этой стороны. Мне ничего. И в это время открывают наш огонь. Оказывается, нужно было им нашу засекать. И они открыли огонь. И пошёл такой огонь, что я сумел лодку доставить. Доставил, а потом забыл, у меня же карманов не было. Карман здесь вот сзади. Я достаю там красноармейская книжка и комсомольский билет. Я на комсомольском. Вот что осталось. Выпишем новый. Документы не только восстановили, но и представили к медали за боевые заслуги. Здесь же, на Гомельской земле, его ранило ещё раз. В одном из жестоких боёв под деревней Недойка полегла почти целая дивизия. Полторы тысячи человек. Открыли огонь. Вот тут-то как раздались выстрелы. Они засыпали нас минами, снарядами, с пулемётным огнём. И наши. Там огонь. Там страшно. Назад нельзя. Там заградотряд. Наши тебя убьют. Вперёд нельзя. Там немцы. Мы только выскочили на траншею. Мина падает. Значит, сразу. И мой напарник сразу её разорвало. Меня, значит, ранило, отбросило в землю и засыпало землёй. К счастью, осколок не повредил позвоночник. Спас брезентовый ремень. Очнулся Иван в частном доме. Его нашли жители деревни. Очнулся, где я, сестра. Сейчас я в госпитале. Я говорю, не надо в госпитале. Я уже лучше чувствую. Я пойду всё-таки мстить. Нет, не надо. Где наши? На формировании. Я пошёл туда на формирование. Иду в комсорг. Илькин, ты что, живой? На тебе же похоронка пошла. После этого боя Ивана Михайловича направили в школу танкистов. Отучился там три месяца. И уже механиком водителя танка Т-34 направили 127-й отдельный гвардейский танковый полк. Воевал в Польше, Венгрии, Румынии, Австрии. Там и встретил победу. Я уже был в Австрии. В Австрии, Вену, последний город брали. И там война закончилась. Закончилась война. Вот крик, ура! С автоматов начали мы это строчить тоже. А у нас же в каждом автомате, даже в танке есть автомат. Ещё там 20 гранат. Гранату можно и так далее. На всякий случай. И вот, значит, война закончилась. Но домой Иван Михайлович попал не сразу. Сначала была опять Венгрия, там ещё шли бои. А затем их полк отправили в Среднюю Азию. В Брянск гвардии старшина Иван Ивкин вернулся только в марте 47-го. Мне надо учиться, я 9 классов кончу. И хочу пойти по стопам своих родителей. Они работали на БМЗ. Всё время были на БМЗ. Всю историю жизни старого ветерана пятиклашки слушали затаив дыхание. И как после войны он работал на БМЗ, на танке возил кругляк для завода, как учился в вечерней школе, как 48 лет проработал в ОВД. И до сих пор полковник в отставке Иван Михайлович Ивкин остаётся в строю. Организует встречи с одноболчанами и всегда желанный гость на любом мероприятии. Галина Сергейкович, События Брянск.